Вот и подошла к концу спартакиада 2021, которая проходила в Ленинском городском округе уже в 16-й раз. На протяжении всего года 7 команд муниципалитета соревновались в самых разных дисциплинах. Баскетболе, волейболе, настольном и большом теннисе, бадминтоне, футболе. И вот по итогам 15 соревнований каждая получила зачет и определились победители. В отличие от традиционных чемпионатов, кубков, профильных направлений в спорте и так далее, спартакиада, жители спартакиада наших поселений, это немножко другое. Это когда могут участвовать все. Итоги спартакиады 2021 в этом году подвели в историко-культурном центре. На торжественное вручение кубков и наград съехали с представителей всех семи команд округа. Ленинский городской округ, он на самом деле маленький в масштабах целой планеты, но он теперь уже хорошо известен всей планете благодаря нашим ребятам, нашим победителям, нашим лучшим спортсменам. И я сегодня счастлива быть рядом с вами, ну, где-то, может быть, стараться быть похожей на вас, на людей, которые никогда не сдавятся и всегда обязательно побеждают. Мы продолжаем все, что нужно от нас, пока мы действующие депутаты. Мы будем делать, надо выделять денег, будем выделять. Нужно поддерживать администрацию, будем искренне от души поддерживать, потому что действительно, ну, можно правильно сказать, сказал Татьяна Юрьевна, это наша гордость. В итоге первое место завоевала команда «Видная». Наша команда всегда выступала с точки зрения силы, с точки зрения наших возможностей, с точки зрения того и лесской базы, которая у нас есть, поэтому те тренеры, институты, которые традиционно принимают участие во всех спортивных дисциплинах спартакиады, всегда старают максимальное количество сил для того, чтобы достичь максимального результата. Второе и третье места, соответственно, заняли команды развилки и поселка совхоза имени Ленина. Самый-самый короткий отрыв это был между третьим и четвертым местом. Вот, к сожалению, команда Молокова всего полбала проиграла команде совхоза имени Ленина. Но все эти команды, они традиционно, как бы, постоянно все участвуют. Всегда входила в призы команда «Горок». В этом году что-то немножко у них не получилось, но на следующий год они будут у нас тоже бороться за самые высокие места. Но в этот день в ЭКЦ чествовали не только победители спартакиады, но и всех спортсменов, которыми по праву может гордиться Ленинский городской округ. Благодарность главы и памятные подарки получил ученик седьмой школы Дмитрий Клевков, одержавший победу в чемпионате России 2021 года по КИБ-атлетике. Там была полоса препятствий, которая представляла собой жизненные ситуации, которые мы встречаем в повседневной жизни. То есть поход по бордюру, неровной поверхности и так далее. А также почетными грамотами Совета депутатов и памятными подарками отметили юбиляров этого месяца, в числе которых тренер футбольного клуба «Олимп» Александр Юдин. Словом, в этот день без подарка не ушел никто, ведь в настоящем спорте проигравших нет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.